Секрет красоты Ирины Хакамады Я не ем после семи, я только перекусываю Все подряд, это не важно Но это каждые два часа я что-то запихиваю в рот И даже когда я сижу с друзьями в ресторане, я не заказываю это Второе, я не ем переработанного мяса Никакого, ни сосисок, ни ветчины, ни колбасы Ни копченой, ни вареной, ни такого То есть ни одного переработанного продукта я не ем То есть все готовится дома своими руками Любое мясо, курица и так далее Я не ем хлеба, я не ем сладкого, тортиков и так далее Но раз, вначале раз в 10 дней, а потом со временем уже не хочется Организм привык, я могу оторваться и нарушить все Могу уесть сосисок, я могу нажраться торт Наполеон съесть полностью Могу коробку конфет, то есть я позволяю себе все Но это бывает очень редко То есть позволяются такие загрузочные дни Да, а что делают большинство людей, мужчин и женщин Они сидят на такой диете, что как вот показано в комедиклаб Что начинают вырывать картинки с едой, жевать бумагу То есть доводят себя до ручки Потом срываются У меня нет диеты, я ем все подряд понемножку Просто семей не ем И не ем переработанные продукты Но если очень хочется, ешь и получай удовольствие Большинство людей делает наоборот Нарушают каждый день и периодически сидят на диете А нужно наоборот Нужно вести достойный и здоровый образ жизни То есть питаться по-человечески и периодически нарушать А физическая нагрузка, спорт, йога? Ну, я всегда занималась спортом И я выбираю тот спорт, который мне по душе Я занималась джимом в зале Я занималась танцами Я танцую профессионально рок-н-ролл спортивный Я много чего умею Потом я занималась йогой, но она мне тоже надоела Сейчас я занимаюсь индивидуально с тренером Уже три года пилатесом Причем таким тяжелым пилатесом Не легким, как в группе, а тяжелым А что дает пилатес? Он дает вылечивание спины и позвоночника У нас болит у всех А и одновременно пилатес формирует ваше тело За счет не поверхностных мышц, а внутренних Поэтому вы становитесь весь такой укомплектованной Начаете такую активную, насыщенную жизнь Общественную Плюс дом, плюс семья Плюс всевозможные нагрузки сторонние Хобби, опять же Значит, что я делаю? Я зарабатываю деньги И зарабатывала их всегда Именно для того, чтобы освободить время для всего этого Все не занимаются бытом У меня есть помощники У меня есть управляющие У меня есть уборщица У меня есть помощница для ребенка И всем этим людям я плачу деньги И я не экономлю Лучше я не куплю сумку Биркин Но я никогда не буду себе покупать билеты И оформлять визы Понимаете, да? И не буду платить за квартиру Следить за страховкой машины Чинить водопровод Или протекший унитаз Не хочу этим заниматься Я всю жизнь работаю для того, чтобы этим не заниматься Это высвобождает время А дальше надо вписывать все Прямо вписать все Включая удовольствие Когда я была министром Была загружена вот так У меня все равно было вписано Например, два раза в неделю С четырех до пяти Клуб спортивный Что я делала? Я приезжала на работу Я знала, что в это время ничего особенного не бывает И я оставляла записку, что у меня переговоры В городе И в спортивный клуб Да, и в спортивный клуб Или у меня конференция Да, я пишу все в графике Конференция 12 часов в скобках Сдвинуть на час Потому что тренер с 11 до 12 Я договаривалась, сдвигала доклад Ехала к тренеру А потом от тренера взмыленная Только душ, прическа и сразу на трибуну Но для этого нужна энергия, конечно Когда появляется такая энергия Когда появляется такая жажда Успеть все в жизни Жажда Такая любовь к себе Хочу успеть все Только лузер Только отстойный Лузер может говорить Я не могу заниматься спортом У меня нет времени Я не могу выглядеть хорошо У меня нет времени Ну ты вообще Ты отстойный Почему? Потому что у тебя второй жизни не будет Ты сейчас о чем? Другие тебе Тебе никто ничем не обязан Тебе не будет второй жизни Как сконцентрироваться? Как мобилизовать ту энергию Которая дается нам Всевышним Для того, чтобы направить ее в нужное русло А не разбрасываться по мелочам? Включить логику и эмоции Я знаю, что большинство людей Живут эмоционально А логику включают только у себя на работе В жизни надо тоже включать логику Пример Как ты можешь платить деньги Такие в течение всего года Своему тренеру по пилатусу Она удивительна Ты посмотри, сколько ты тратишь денег Нашла бы что-нибудь подешевле Я говорю, смотри Вот ты сейчас сказала мне Это эмоционально А теперь давай посчитай Сколько мне обходится тренера Вот в такую сумму Тебе раздели это на 12 месяцев В месяцев это оказывается Ну, типа, например, там Ну, я не знаю, 200 долларов А теперь представь Со всеми расходами и так далее Вот эти 200 долларов В течение месяца заметишь Ты вот пойдешь в магазин Первое платье тебе понравилось Или туфли какие-нибудь И ты вмазала туфли и платье Вот тебе 200 долларов Так вот я хочу иметь фигуру А уж платьице как-нибудь мы найдем Подождет Подождет, да? А ты, у тебя есть платье У тебя есть туфли А фигуры и здоровья нет Ну, что в приоритете? Логику Нужно все время включать логику В вашей жизни есть какие-то основоплагающие принципы Которые вы никогда не нарушите? Ну, при каких обстоятельствах? Какие? Для меня честь и мое личное достоинство Являются приоритетными Я никогда не изменю своей чести То есть свое представление о чести И никогда не разрешу никому унижать Мое человеческое достоинство И если ради этого нужно потерять деньги Я их потеряю Если ради этого нужно рисковать Я буду рисковать Если ради этого нужно Фактически отказаться от карьеры Я от нее откажусь Я найду что-то другое Честь и достоинство превыше всего А что движет вами по жизни? Вообще откуда черпаете энергию, вдохновение? Я делаю только то, что мне нравится Поэтому вдохновение А что я делаю? Я пытаюсь изменить мир к лучшему То это делалось, когда я преподавала в УЗИ Потом это делалось в кооперативе Мы развивали частный рынок Потом это делалось в политике Я двигала свои ценности Теперь я это двигаю с помощью мастер-классов Не политических, но помогая людям Обрести свою честь и достоинство Ирина, а вообще на самом деле В вашей жизни может настать такой момент Когда вы пошлете все к черту На неопределенный момент Уедете на берег теплого моря И скажете, слушайте, ребят Все подождет, я устала Каждый год Надоело Каждый год На определенный срок Да А так, что вот на совсем Все, не хочу больше ничего Надоело Достали Хочу отдыхать Вообще это реально? Это возможно? Нет Я считаю, что как только человек становится растением Он быстро деградирует Ну, просто Альцгеймер догонит Надо головой работать всю жизнь Потому что человек умирает Со здоровым сердцем Тогда, когда отключается голова Мозг А мозг нужно тренировать Как мышцы Каждый день Если мы говорим о питании Одним из самых важных аспектов Которые необходимо осознавать Когда вы съедаете какую-то еду Какой бы она ни была Внимательно наблюдайте Как быстро она усваивается И становится частью вас Если какая-то еда Задерживается в желудке Более трех часов Это плохая еда И нужно либо избегать ее употребления Либо сократить ее количество Если еда покидает желудок в течение трех часов Это означает, что с такой пищей Организм может справляться достаточно эффективно Это может быть не самая лучшая пища вообще Но ваша система в состоянии с ней справиться Создайте промежуток в 5-6 часов между приемами пищи В течение этого времени избегайте перекусов И вы увидите, что процесс очищения системы Начнет происходить на клеточном уровне Это очищение является самым важным и значимым процессом для здоровой жизни Так что промежуток между приемами пищи должен составлять как минимум 5-6 часов Если вам больше 30 лет То два хороших приема пищи в день для вас будет достаточно Один утром и один вечером После ужина должно пройти как минимум 3 часа перед тем, как вы ляжете спать В этот период времени хорошо было бы заняться какой-нибудь физической активностью Не обязательно очень интенсивной и изнурительной Это может быть простая прогулка или танцы, что-то подобное Посвятите этому хотя бы 20-30 минут после ужина Если вы будете делать так, в целом ваш организм будет здоров На одном уровне анемия означает, что содержание железа в крови сократилось Пропал стальной стержень Вы потеряли силу в своем теле Вы просто чувствуете себя усталыми без какой-либо причины Потому что если железа не хватает Способность организма переносить кислород сокращается Это означает, что ваше тело, сердце, мозг Все функционирует на более низком уровне производительности Просто из-за недостатка кислорода Так что насыщение крови кислородом имеет очень большое значение Потому что именно от присутствия кислорода в крови зависит, насколько ваше тело здорово Насколько легко в нем происходит процесс регенерации И это будет уменьшаться В особенности за этим нужно следить женщинам Потому что из-за их биологических процессов содержание гемоглобина может снизиться Что ухудшит способность крови переносить кислород Это вызовет усталость безо всякой причины И из-за этого они могут начать выглядеть глупыми Да, если у вас мало эритроцитов, вы чувствуете себя очень бестолковыми Мозг не функционирует на требуемом уровне из-за недостатка кислорода Это касается как всего тела, так и мозга Итак, один из простых способов этого избежать Ежедневно употреблять небольшое количество меда с теплой водой И вы увидите, что постепенно количество эритроцитов начнет расти Если содержание кислорода в крови повысится, внезапно вы ощутите взрыв энергии Все активизируется, восстанавливающие функции А также будут быстрее заменяться мертвые клетки Уровень инертности в теле и уме будет гораздо ниже Так что мед Может оказывать различное влияние на организм человека Если его употреблять в чистом виде, одно влияние С холодной водой — другое С теплой водой — третье Здесь мы принимаем его разведенным в теплой воде Потому что хотим, чтобы система раскрылась Если положить мед в кипящую воду, некоторые его составляющие станут ядовитыми Так что не следует добавлять его в кипящую воду или готовить мед Я знаю, что в западном обществе принято делать медовые торты или что-то подобное Готовить блюда с медом Если температура обработки превысит определенный уровень, мед станет ядовитым Его можно добавлять в воду такой температуры, которая комфортна для питья Если вода слишком горячая, тогда добавлять в нее мед не следует Сон не является чем-то необходимым в жизни человека Телу необходим отдых Сон — это лишь одна из форм отдыха Многие люди в Тамилнаде начинают думать, что Если про кого-то говорят Это означает, что этот человек спит Не обязательно Вы можете сидеть и при этом отдыхать, не так ли? Да? Вы можете стоять и отдыхать Если вы бежали какое-то время, то когда вы останавливаетесь, разве это не ощущается как отдых? Вы стояли, а затем сели Разве это не ощущается как отдых? Существует много разновидностей отдыха Самое важное, что отдых означает изменение соотношения расхода и производства Когда потребление энергии снижается, а производство остается на таком же уровне Так что через какое-то время вы почувствуете себя восстановленными, потому что потребление сократилось По сути, вы изменяете это соотношение Если вы занимаетесь какой-то активной деятельностью, то потребление повышается, и производства становится недостаточно Через некоторое время вы почувствуете себя усталыми, потому что потребление было существенным Если вы снизите потребление и увеличите производство, через некоторое время вы почувствуете себя заряженными энергией В идеале в жизни вообще не должно быть сна Но сейчас это невозможно В теле еще присутствует некоторая инертность Так что оно спит минимально необходимое количество времени В остальное время оно в расслабленном состоянии Когда вы находитесь в расслабленном состоянии, сон не является необходимостью для тела Если только не достигается определенная точка истощения Так что тело никогда не требует сна, но определенно оно требует отдыха Если вы не можете сидеть здесь и быть расслабленными, оно будет пытаться расслабиться вот таким образом Если же вы можете сидеть здесь полностью расслабленно, оно будет сидеть часами, не проваливаясь в сон Иначе это единственно возможный способ отдыха Когда вы сидите, вы можете сделать следующее Сядьте и направьте внимание от макушки головы вниз до пальцев ног И проверьте, чтобы все было свободно и расслаблено Или вы все еще такие Просто расслабьтесь Насколько это возможно Не все доступно на уровне сознания Полностью расслабьтесь, насколько вы сможете это сделать сознательно Внезапно вы увидите Скажем, вы привыкли ложиться спать в десять часов Если вы просто проведете один час расслабившись, состояние сонливости отложится на полчаса Вам не будет хотеться спать в десять Вы естественным образом будете бодрствовать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok